Всем привет! Короче, сегодня у нас аналитика. Я вообще такой видос планировал делать попозже, но раз тут Артём Уточкин выпустил видео про Феликса Лебруно, Лебрана, Лебрена, не знаю, как правильно, вот, то и, собственно, и мне, наверное, самое время выпустить видос по горячим следам. Там ни в коем случае не критика видео Артёма Уточкина, а скорее некоторое дополнение, на мой взгляд, полезное. В общем, как мы знаем, в последнее время какие-то нестандартные европейцы, еще и если учесть, что у нас в Европе, наверное, всего два человека играют хватом-пером, и оба этих человека выдают последние пару лет выдающиеся результаты, то, ну, это, мягко говоря, интересное явление, и посмотреть, как они, ну, на статистику их игр, был бы весьма интересный, если про статистику их игр в Европе, как бы, всем понятно, все слышали, то есть Кеданг, там, чемпион Европы 22-го года, если я не путаю, вот, а Феликс Лебрун забрал два контендера, выиграл европейские игры, два, хотя не знаю, сколько контендеров, но минимум один, выиграл европейские игры и выиграл в Европе всех, кого можно, то, ну, результаты вау, и наверняка это будущие короли Европы и все такое, но интересно, как они играют с китайцами, то есть, что они выносят там европейцев, выносят некоторых азиатов, это да, это понятно, но как они играют с китайцами, был бы интересно посмотреть, аналитику на сайте ВТТ я не нашел, поэтому просто гуглил, искал в Ютубе их игры с китайцами, там, со всеми, всем возможными, там вообще не очень много игр у них с китайцами, и смотрел, как у них получается. Собственно, первый у нас в этом списке Кеданг, я не знаю, как правильно произносится, там Данг Ю, Данг Чу, Чу Дан, я просто слышал, как Игорь Рубцов назвал его как-то Кеданг, мне показалось это весьма забавным и смешным, поэтому буду звать его Кеданг. Так вот, Кеданг у нас за 22-23 год, беру только 2 года, потому что, ну, они только последние 2 года показывают какие-то интересные результаты, ну, то есть, Феликс Лебрун вообще, в принципе, ему только 16, то есть, он заиграл на высоком уровне совсем недавно. Так вот, Кеданг, значит, сыграл с Малонгом на Сингапур смеш 0-4, с Малонгом же на чемпионате мира командном сыграл 1-3, причем там за эту выигранную партию Малонг на него сильно обиделся, и 1-сет взял у него, 1-сет 0. Вот, потом с Малонгом лучше всего сыграл Макао 2-3, с Фан Джин Донгом сыграл на чемпионате мира 0-4, с Фонг Чукином сыграл на Ксин Ксяне в 22-м году 1-3, с Лин Шин Донгом там же в Ксин Ксяне 0-3, с Лин Гоу Яном сыграл на европейской летней серии 22-го года 2-3, и проиграл некому Жу Каю, знаете, кто такой Жу Кай в Дюссельдорфе, 2-3. Вот, ну, с китайцами у Киданга, в общем, не самые выдающиеся результаты, посмотрим, как у Феликса Лебруна, Лебрена Лебрана. Так, с Малонгом в Ланчжоу в 23-м году 2-3, с Малонгом во Франкфурте 1-4, с Малонгом на европейской летней серии 22-го года 1-3, с Малонгом Будапеште 22-го года 1-3, выиграл Лин Шин Донга в Ланчжоу в 23-м году 3-1, Лин Шин Донг точно будущий игрок топ-3, вот, поэтому, ну, это хорошее достижение определенно, с Фан Джин Донгом в Ксинг-Сиане в 23-м году 0-3, Жуки Хао проиграл в Любляне в 23-м году 2-3, с Фан Джин Донгом на Миксит Тим 20-23 проиграл 1-2, причем там был баланс и даже в третьем сайте даже был матч-бол у Феликса, но он не выиграл, вот, но опять же встреча только до двух, там больше случайности. потом выиграл некого Чен Яня на чемпионате до 19 лет 22-го года 3-2, проиграл Сан Вену на Фидере в этой европейской летней серии 2-3, в 23-м году проиграл, ну, вот, он у Лин Шин Донга выиграл у Лан Джоу в 23-м году, но при этом до этого он проиграл, ну, 2-4 на чемпионате до 19-23 года, и на чемпионате до 19-23 года проиграл 0-3 тоже Лин Шин Донгу. Ну, то есть, ну, видимо, лучше, чем у Киданга, хотя что у первого, что у второго, еще пока мало игр, чтобы судить, но не то, чтобы выдающиеся, то есть Лин Шин Донга выиграл, с которым до этого сыграл дважды, и Лин Шин Донг будущий топ-3, но пока не топ, вот, и проиграл, возможно, не самым сильным китайцам, там Жуки Хаус, Анвену, вот, так, и к чему вообще было все это рассуждение? В том ключе, что, понятно, ну, хват пером, как, собственно, и Артем Уточкин говорил в своем видео, это не самая стандартная история, и для европейцев, которые с хватом пером, очевидно, встречаются не часто, это наверняка, ну, интересный подарок. Я не знаю, играли ли вы с хватом пером, у меня просто есть один из постоянных соперников, примерно моего уровня, парень играет пером, и какие-то вещи, например, ему чуть сложнее делать, например, все равно там проседает игра слева, но при этом он прям сильно нестандарт, грубо говоря, я с ним наигранный, понимаю, что он делает, но вот встретив его где-то, я бы, скорее всего, отлетел в одну калитку, просто из-за того, из-за не очень понимания, что происходит, потому что, например, там все подачи непонятные, неудобные, не могу сказать, что они сложные, но они, маятник там какой-то нестандартный получается, какие-то подачи он подает, ну, обратной стороной ракетки, это вообще, хрен пойми, что летит, что происходит, они там какие-то полуплоские, какие-то вращаются, ну, то есть надо прям разбираться с этими подачами, потом, да, действительно, ему очень легко выполнять срезку, то есть так, чтобы он мяч опускал в сетку, это прям очень редко происходит, то есть он прям очень хорошо эту срезку чувствует, у нее не так много вращения, но при этом она очень стабильная, и если я на него выхожу после игр с кем-то, я буду по нему ошибаться, если, опять же, я к ней привык, мне, наоборот, по ней проще играть, чем с кем-то возможно, вот, что касается топсов, топ справа, в принципе, ничего там криминального особенного, а вот топ слева, если, ну, во-первых, он бананом может начать почти все слева, это будет не супер сильно, но начать может почти все, то есть я когда налево ему подаю, мне вообще нет сомнения, что он может начать, там, практически любой мяч, там, вот, кисть, видимо, удобно, как-то ходит пером, вот, а если брать топс слева, то есть когда он там плотно попадает, ну, это типа хрен возьмешь, ну, он не всегда попадает, но если попадает, это прям сильно сложный мяч, он, во-первых, летит по непонятной траектории, ну, ты просто плохо читаешь, куда человек сделает этим пером, и оно летит косо, непонятно, ну, действительно, это прям тяжело берущийся мяч, вот, то есть сейчас я к нему там плюс-минус привык, и иногда я его беру, но если он приложился, это прям, ну, та еще история, вот, поэтому, ну, мне понятно, почему там профессионалы могут парить, никто не отнимает ничего у Киданга и Феликса Лебруна, но, то есть, особенно Лебрун, там по нему видно, что он талант-талант, вот, но то, что это сильно нестандартная история для людей, это понятно, собственно, поэтому я и брал китайцев, потому что у китайцев, в отличие от европейцев, среди китайцев много хвата пером, и то есть, если взять там 2-й, 3-й дивизион, я молчу там про Сюсиня, Малиня, но если взять там 2-й, 3-й, современный дивизион китайцев, там хватает людей с хватом пером, то есть, соответственно, и в детстве, когда китайцы учатся играть, то есть, они наверняка наиграны на хвате пером, и во взрослом возрасте, они там на национальных чемпионатах, на клубном чемпионате, они встречаются часто с хватом пером. Более того, люди там из 2-го, 3-го дивизиона этих китайцев с хватом пером могут показывать неплохие результаты. Например, я специально взял и рассмотрел игры там за последние пару лет двух китайцев с хватом пером, не знаю, насколько там 2-й дивизион, возможно, даже 3-й, в том ключе, что вообще не на слуху, грубо говоря, эти фамилии. Первый из них Ксю Хайдонг, вот этот парень, 23 года ему, если я не путаю. Сначала посмотрим, как он играет с европейцами. С европейцами Даниэля Хаббисона, весьма плотного товарища, обыграл 3-1 в Амане в 23-м, обыграл Эммануэля Ребессона 3-2 в Алматы в 23-м, обыграл Йоргича 3-2 в 23-м в Амане, там же в Алматы проиграл Гачине 2-3, выиграл Фан Бо Менга, если никто не знает, немецкий юноша китайского происхождения, ну, весьма мощный, возможно, чуть послабее там Йоргича, он такой приличный. 3-0 в Амане, проиграл Ван Янгу 0-4, Фидер Аламук, вот, в 22-м. Я такой, что он действительно так плохо сыграл с Ван Янгом, и включил этот матч посмотреть, и там, короче, этот Ксю Хайдонг 3 партии подряд ввел у Ван Янга, ну, всю партию ведет, первый выходит на 10, и все три партии проигрывает на балансе. Вот ему обидно, наверное, было. И 4-й там он уже явно психанул просто, и, короче, 0-4. Ну, не факт бы, что он вообще выиграл, потому что у них еще одна встреча была тоже в 22-м или 23-м году, я не внес ее в статистику, там он все равно Ван Янгу проиграл. Ну, то есть, по меркам там Европы весьма-весьма плотный игрок, то есть, там много кого выигрывает. Ну, я не внес тут какие-то менее известные европейские имена, потому что мало бы о чем сказали. Так, теперь посмотрим, как этот же Ксю Хайдонг играет с китайцами. Проиграл Ксиан Пенгу 0-3 в контендер Тайянь 22-й. В Дохе выиграл Жуки Хао в 22-м, но проиграл Жуки Хао в Тунисе 0-3 в 23-м. Лин Шин Донгу проиграл 2-3 в Омане в 23-м, но выигрывал Лин Шин Донга 3-2 в Китайской Суперлиге в 21-м. Очевидно, в 21-м Лин Шин Донг был послабее, чем Ксю Хайдонг, чем сейчас. Но в 21-м же Лин Шин Донг, по-моему, Фан Джин Донга выигрывал, так что все равно был на уровне. Так, потом проиграл Као Уэй Фид Роман в 23-м, а там два турнира подряд, видимо, игралось. Вот, проиграл Фан Джин Донгу в Китайской Суперлиге 0-3, Молонгу 0-3 в 21-м году, Чину Триалс. Ксюн Биню 1-3, Нью Кун Као 2-3, Лян Джин Куну 2-3 в Китайской Суперлиге в 21-м, и с Молонгом в Китайском Чину Триалс в 23-м сыграл 1-3. Ну, в целом, наверное, чуть хуже, чем у Феликса, и, наверное, не хуже, чем у Киданга. Так, и второй китайский товарищ с схватом пером Ксю Фэй, сколько лет, не знаю, записал несколько игр с европейцами. Проиграл Алексису Леброну в 22-м в Тунисе 1-3, выиграл Седрик Анутика бельгийца 3-0 в Аламуке в 23-м. Юргича выиграл 3-0, кстати, на секундочку, Юргича выиграл и Ксю Ин Бин, и Ксю Фэй, и этот Киданг в чемпионате Европы. Я не знаю, обыграл ли его Феликс Леброн, но полное ощущение, что Юргич очень плохо играет с схватом пером. Видимо, ему нужно над этим поработать, учитывая сейчас обстановку в Европе. Так, выиграл Кристиана Карлсона, ну, на секундочку, мощно, 3-1 в этом же Аламуке Джона Персона или Йона Персона, не знаю, как правильно, Тунисе в 22-м, 3-1, Витера Иши 3-0, бразильца. Вот, ну, с европейцами прям плотно играет. Тут, опять же, я не взял каких-то неизвестных фамилий, опять же, он и проигрывал, он не всех выигрывает, но весьма плотный товарищ по меркам Европы, по меркам Китая. На Марвелос в 2020 году с Молонгом сыграл 3-4, с Лян Джин Куном 2-3, на Триалс в 2023 году. А вот, кстати, в этом Аламуке, Аламук выиграл Андерс Линд 23-го года и как раз выиграл финал у этого Ксюфея. Вот, потом проиграл Молонгу 1-3 в 2021 году в Хьюстоне, проиграл Жуки Хао в национальном чемпионате 2-3, проиграл Фан Жин Донгу 1-3 в китайской суперлиге, Молонгу 1-3 в китайской суперлиге, это я дважды записал, там одна была игра, и 1-4 на Триалс в 2021 году Молонгу. Так, короче, весь разгон был к тому, что вот если сравнить вот эти 4 таблицы, как играют китайские пенхолдеры со своими соотечественниками и европейские пенхолдеры, игроки хватом пером, то разница может быть какая-то и есть, хотелось бы большую статистику, но ощущение, что разница небольшая. И в отношении Ки Данга там вообще не сильно верится, что он еще какие-то результаты покажет против китайцев. А Феликс Леброну пока 16 лет, вполне вероятно, что что-то там еще и выстрелит, и покажет, и всех обыграет, будем посмотреть. Но на данный момент каких-то прям вау побед нету над китайцами. Ну, то есть, что типа сказать, что типа, о, вот это сейчас, сейчас он задаст. То есть, опять же, тут я не всех там хват пером, я молчу там про Сюсиня, но, например, я не взял Жао Жихао, который сейчас не показывает результатов, но году в 20-м там прям, ну, по всем европейцам прошел все. У него и на Фон Чу Кину победа есть, и там и Овчарова обыгрывал, ну, много кого. И там был там топ-20 где-то мира. То есть, вот эти результаты, которые сильно котируются в Европе, как бы с китайцами, получается, котируются не очень. Там сравнение было с Харимота, что Харимота тоже там с молодого возраста был большой сенсацией, но Харимота именно обыгрывала китайцев. Его за это, типа, сильно хвалили. Он далеко не стабильно играл с европейцами, и до сих пор, по-моему, не супер стабилен. Вот, но он обыгрывал китайцев, когда ему там было 15. То есть, он обыграл там Жан-Джи Кема, Лонга, я не помню, были ли у него там победы от Фан-Джин Донгом. То есть, он прям катком пошелся, прошелся по Китаю, и его за это записали в будущие первые номера, которым он пока, во всяком случае, не стал. Ну, на чемпионате мира в 23-м году он за Японию обыграл, получается, он в одном матче обыграл и Фан-Джин Донг и Ванг Чу Кин. А, в 23-м году. Ну, это как бы на секундочку надо суметь. Вот, и поэтому пока сравнение нерелевантное. Что будет дальше, будем посмотреть. Вот. Но очевидно, что как бы против китайцев пока ребята, видимо, не могут. Но Феликса Лебруно верим. Там то, что у него еще брат есть. Я, кстати, ставлю на брата, если что, мне кажется, у него как раз шансов больше. Например, ну, у Лебруно-старшего есть победа для Анджин Куна, но у Феликса Лебруно я просто не нашел вообще игры с Лиан Джин Куна, возможно, он с ним не играл. Вот. И на секундочку победа над Фан-Джин Донгом. Хоть и соплей в пятом сете, но все равно. Вот. Так что будем посмотреть. Лебруно вдвоем-то, конечно, вообще как катки. То, что они топы Европы, это очевидно. А вот как они с китайцами будут играть в дальнейшем, посмотрим. Всем удачи, всем успехов. Продолжение следует...